Рассказ называется «Ада выжила в аду». В суровых арктических водах восточно-сибирского и чукотского морей расположен небольшой остров, носящий имя Брангеля. Этот одинокий кусочек суши в окружении сибирских льдов населяют лишь белые медведи. Когда-то это место стало свидетелем одной из самых донкихотских и злополучных арктических экспедиций в истории человечества. В 1921 году здесь высадились пять человек, а спустя два года выжил только один, чтобы рассказать эту полную трагизмную историю. Этим героем была 25-летняя инуитка по имени Ада Блэк Джек. Она смогла победить смерть ради сына, которому обещала вернуться. Очень часто, читая различные истории выживания, может сложиться ошибочное впечатление о том, что сильными бывают лишь мужчины. Все привыкли к рассказам о героизме сильного пола и об их победах над превозмогающими обстоятельствами. Причина явного мужского превосходства в подобных историях довольно проста. Сильный пол, в отличие от слабого, больше любит искать различные опасные приключения на свою пятую точку. Женщины же более дальновидны и предусмотрительны. Они весьма расчетливы и стараются не попадать в подобные обстоятельства. Если почитать истории их выживания, то попадали они в такие неприятности по вине мужчин всегда. Так было и на этот раз. Фантастическая история выживания Ады Делитук служит тому подтверждением. Как это часто бывает, дело началось со спора. Остров Врангеля изначально принадлежал Российской империи. Потом перешел в наследство Советскому Союзу. Это издавна весьма беспокоило соседнюю Канаду. Очень уж им почему-то хотелось удрузить над островом свой флаг. В 1913 году с этой целью к его берегам пристало их исследовательское судно Карлук. Все было хорошо, только вот покинуть остров команда уже не смогла. Не помогли даже российские ледоколы. В этом путешествии погибло от голода 15 человек. Остальные были спасены только через год. Находились они в состоянии крайнего физического и морального истощения. После этого канадцы на некоторое время перестали думать об этом острове. В 1921 году было решено организовать еще одну экспедицию на гостеприимный остров. Причем целью его было исследование и последующая организация на этом краю света в колонии. Это было детище Вильхи Альмура Стефансона, опытного исследователя Арктики и Манитоба. Он всегда выступал против представления северного полярного региона как негостеприимной пустоши и вместо этого продвигал его как дружественную Арктику. Стефансон мечтал сделать из острова авиабазу для арктических полетов Канады и Великобритании. Для этой миссии были наняты четверо опытных профессиональных полярников. Среди них было три американца и два канадца. В конце августа того же года исследователи прибыли в Ном на Аляске. Там планировалось нанять для экспедиции проводника и чернорабочих. Из местных жителей предложением заинтересовалась лишь одна женщина-инуитка по имени Ада Блэк Джек. В девичестве Ада Дилетук родилась в 1898 году в деревне Спрус-Крик. Когда она была еще маленькой девочкой, мать отправила ее в Ном. Там она воспитывалась методистскими миссионерами. Они обучили Аду грамоте, а также навыкам шитья, меховой одежды и умению готовить еду для белых людей. В 16 лет Ада вышла замуж за Джека Блэк Джека. Она родила ему троих детей. Из них выжил только один мальчик. Супруг нещадно избивал женщин, морил голодом и она с ним развелась. Сын Беннет жил в приюте. Ада была не в состоянии его содержать. Кроме того, ребенок страдал от хронического туберкулеза. Все умения и способности женщины были бесценны для такой арктической экспедиции. За работу Стефансон пообещал ей большие для нее деньги, целых 50 долларов. Ада планировала их потратить на лечение единственного сына. Она очень боялась ехать и нервничала. Ее пугали все возможные опасности экспедиции. Плюс она до смерти боялась белых медведей. Ада даже решила посетить шамана, чтобы узнать, что ее ждет в этом путешествии. Тот сказал, что впереди смерть и опасность, а ей следует остерегаться ножей и огня. Пришло время отправляться, и Аде показалось совершенно немыслимым ехать одной с четырьмя мужчинами. Те тоже считали неприличным путешествовать с одинокой дамой. Исследователи рассчитывали нанять несколько инуитов во время своей остановки в Сибири. Это и успокоило всех. Итак, 9 сентября они отправились в путь. 20-летний канадец Алан Кроуфорд, американцы Лорн Найт и Фред Мауэрер, 28 лет, Милтон Галле, 19 лет, Ада Блэк Джек и котенок Вик, подаренный мужчинам команды корабля, доставившие их в НОУ. Они прибыли к местному назначению 7 дней спустя. Никого в помощь по дороге нанять так им не удалось. Инуиты не желали отправляться в столь опасный путь. Когда Ада поняла, что осталась одна с белыми мужчинами, она расплакалась от отчаяния. Исследователи тем временем водрузили на острове британский флаг. Сначала команде везло. Погода была на удивление довольно мягкой для этого края. Все занимались делом, только Ада все больше замыкалась в себе. При виде ножей она впадала в состояние неконтролируемого ужаса. Она ведь помнила предупреждение шамана. Ее присутствие мужчины были недовольны и слишком явно это демонстрировали. В результате инуитка решила, что они хотят ее убить. Девушка впала в такое состояние глубокой депрессии, что решила покончить с собой. Однажды она покинула лагерь и ушла в снега с бутылкой дезинфицирующего средства, которое собиралась выпить. Потом ушла по лисьим следам прочь. Ада считала, что лисицы это добрые духи, которые хотят ей помочь. Готовить и шить она прекратила практически полностью. Исследователи сначала пытались ее уговаривать, потом стали угрожать, шантажировать, а в конце и откровенно издеваться. Аде не давали есть и однократно привязывали на улице к флагштоку на лютом морозе. Прошло какое-то время и женщина, кажется, успокоилась. Наступила некая затишье. Она стала готовить еду и перестала шарахаться от ножей. По мере того, как приближалась зима, настроение ада казалось улучшенным. Она с головой окунулась в работу, люди интуитивно объединились, чтобы дружно пережить тяжкие времена. Все пятеро с огромным нетерпением и надеждой ждали лета, когда должен был прибыть корабль с продовольствием и другими нужными вещами. Лето пришло, достигло своего пика и прошло. Помощи не было. Непреодолимый ледяной барьер сковал остров. Ни один корабль не смог добраться до лагеря исследователей. Наступила опять суровая арктическая зима. Последние надежды таяли с последними крохами продовольствия. Обещанное Стефансоном обилие дичи в виде тюленей, лис и медведей перебралось подальше от негостеприимных мест. Люди стали голодать. Со слабостью неизменно пришли болезни. Первым заболел Найт. Молодой человек стоял просто на глазах, как свечка. Кроуфорд, Мауэрор и Галла двинулись по льдам в сторону Сибири, намереваясь по прибытии организовать спасательную операцию. Больше их никто никогда не видел. Ада осталась с умирающим Найтом. Неопытной женщине пришлось взять на себя заботы не только о себе самой, но и о больном мужчине. Некоторое время ей это прекрасно удавалось. Ада научилась охотиться. Она ловила лисиц с капкана, стреляла птиц, отпугивала медведей, которых боялась больше всего в жизни. Найту Ада отдавала большую часть мяса, чтобы он мог побороть Цингу. Лучше ему не становилось. Молодой человек слабел с каждым днем. Он ругал Аду, обвинял в том, что она слишком мало делает для его спасения. Тем временем Цинга свалила с ног ее. Женщина боролась за всех сил, но через три месяца Найт все же умер. У Ады даже не хватило сил, чтобы вытащить его тело из спального мешка. Она лишь соорудила вокруг его тела баррикаду из деревянных ящиков, чтобы до него не добрались дикие звери. Сама она перебралась в палатку, чтобы спастись от запаха разлагающегося трупа. Она осталась одна, если не считать кота Вика. Женщина боялась только одного, что никогда больше не увидит своего сына Беннета. После смерти Найта, женщине удалось убить первого тюленя. Мясом она себя обеспечила на некоторое время. Патронов почти не осталось, и она стала собирать яйца. Очередное лето было на исходе, и женщина прекрасно понимала, что еще одну зиму ей не пережить здесь. Она стала строить себе лодку из досок и шкур. Весь труд пошел прахом, когда суденышка унес ветер. Потом она построила еще один плод. Она ждала и не теряла надежды на спасение. Она у себя была одна. Где-то далеко ее ждал больной сын. Аде нужно было выживать. Однажды, в конце лета, ее разбудил непонятный шум. Она не могла понять, что это. Ада схватила бинокль, выбежала на улицу. Остров окутывал густой туман. Женщина вглядывалась в него с небывалой надеждой. Вдруг турман рассеялся всего лишь на миг, и она увидела корабль. Вне себя от счастья она бросилась криками ему навстречу. К берегу направилась лодка. А бессиленная женщина рухнула в воду прямо перед ней. Ада ожидала увидеть там Кроуфорда, Маурера и Галлы. Человек, который вышел из лодки, был ей незнаком. Это был товарищ Штефансон, Гарольд Нойс. Он ожидал, что все полярники здесь. Ада рассказала ему все, что произошло за эти долгие месяцы. Нойс был поражен. Опытные мужчины сгинули. Выжила лишь швея инуитка, которую неохотно взяли в экспедицию, которую унижали, ругали и выставляли связанный на мороз. Она научилась охотиться и жить в Арктике. Она была единственной, кто смог победить саму смерть. Тощая, слабая женщина рухнула в объятие к Нойсу и наконец смогла позволить себе расплакаться. Она была жива и собиралась домой к сыну. Аду вместе с грузом песцовых и медвежьих шкур и котом Виком посадили на корабль. На Ледяном острове в полном одиночестве женщина провела почти полгода. Она охотилась, читала Библию и кормила кота. До экспедиции она не умела охотиться, а ружья и в руках не держала. Покойный Найт преподал ей перед смертью ряд полезных уроков. Возвращение Ады вызвало бурный общественный резонанс. Женщина забрала из приюта сына и отправилась с ним в Сиэтл. Там она надеялась вылечить его от туберкулеза. Позже героиня родила еще одного сына по имени Библию и вернулась на Аляску. Там она и умерла в глубокой старости. Библию установил над ее могилой памятник с надписью «Героиня острова Вранги». Прошло столетие, а подвиг инуитки продолжает удивлять и вдохновлять. До сих пор все недоумевают, как простая неопытная женщина смогла выжить в ледяном аду одна. История Ады Блэк Джек стала основной для написания нескольких книг. О ней сняли документальный фильм. Спасибо, что слушали меня. Подписывайтесь на мой канал.